Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. И еще. Тот кусочек, который вы сейчас видите, я снял в самом конце видео. И специально помещаю в начале. Все, что я сегодня в рассказе о замке говорил, я говорил без всякого сценария. Просто шел и показывал то, что показалось мне интересным. Если вам это не будет интересно, а скорее всего вам не будет это интересно, просто прокручивайте до самого конца. А в самом конце ролика мы побеседуем с Володей, которого вы уже помните, по вот этому ролику о Хамоне и о том, как его здесь пробовать. Напомню, что вот в этом выпуске я вам устраивал небольшую экскурсию по нашим краям. И некоторые из подписчиков попросили отдельное внимание уделить крепости, по которой я сказал. Сейчас я и нахожусь у ее подножия. Крепость находится на скале, которая торчит посреди города. И для того, чтобы нам к ней пробиться, сначала нужно будет пройти через вот этот тоннель. Пробили его в скале в незапамятные времена. И весь этот тоннель изрублен кирками. И для того, чтобы на голову ничего не осыпалось, сверху еще и протянули сеточку такую. Мы сейчас вовнутрь пройдем, и я с рук вам покажу, как все это дело выглядит. Вот такие изрытые временем и дождями скалы. Тоннель внутри достаточно прилично освещен, как вы видите. Вот это та самая сетка, которую я вам обещал только что показать. Именно ей укреплены местами потолки этой пещеры. А вот здесь дальше вы видите вот такие металлические конструкции. Такой вот странной формы железяки. Все это предназначено для того, чтобы в случае землетрясений, которые здесь периодически случаются, маленькие землетрясения, на голову проходящим ничего не сыпалось. Этот тоннель здесь не для декораций, а для того, чтобы мы можем его пройти из одной части города в другую. Иначе обходить эту огроменную скалу придется достаточно долго. Правда, тоннель здесь только пешеходный. Это переключился на камеру ручную, на панасоник. Так что теперь начнется тряска. Ну, хочешь не хочешь, а идти в эту самую пещеру надо. Так что пройдем дальше. Как вы видите, здесь достаточно хорошо все освещено. Не достаточно, а просто прилично освещено. Вот те самые сетки на потолке. И они не по всей поверхности пещеры есть, но имеются, как вы видите. И вот такие очень эффектные камни. Я думаю, вы уже слышите, здесь музыкант играет. Сейчас мы до него дойдем. Протяженность этой пещеры я никогда не мерил, но, мне кажется, метров сто-то будет. А то, может быть, чуть побольше. Что, кстати, особенно приятно. Летом здесь, я вам говорил, очень жарко. И вот в этой пещере, когда проходишь за одной частью вода в другую, есть, ну, если не прохлада, то, по крайней мере, легкий ветерок. Ну, вот мы уже почти дошли до выхода из этой пещеры. Видите, здесь формы этих самых конструкций металлических не повторяют друг друга. Ну, это, видимо, изыски дизайнеров. Ну, и, в принципе, мне кажется, достаточно симпатично сделано. Вот. Вот мы подошли. Фактически вышли. Вот он. У меня за спиной вход. Пройдем немножко дальше. То самое заведение, тот лизеран, где мы встретились с Володей и показывали вам местные забегаловки, находится у меня за спиной. Вот он. А замок, куда я хочу вас сегодня сводить, вот здесь. Теперь тоже за спиной. Ну, длительное гуляние по вот этому серпантину, который среди домиков будет подниматься, я снимать, наверное, не буду. А встретимся уже у ворот замка. Живописные дома, правда? Вот эти жалобные вопли, которые вы слышите, издают чайки. Кто бы мог подумать. Правда? Звучат достаточно странно. Так. Ну, вот мы вышли, собственно говоря, на очередную улочку. И вот. У меня за спиной вход в замок. Обратите внимание, вот то вот сверху, эти отверстия, предназначены для того, чтобы через них наливать на головы атакующих раскаленное масло, ну, или кипяток. Ну что, пойдем вовнутрь. Я слабый знаток архитектуры, но мне кажется, вот эта форма намекает, что замок строился при непосредственном участии мусульманских архитекторов. Можно подниматься вот по этой дорожке, поднимаясь, поднимаясь вот туда. Но мне больше нравится идея пройти непосредственно к стене и подняться по лестнице. Пойдемте. Что-то мне подсказывает, что именно в такой вот посудине хранили то самое масло, которое нужно нагревать в котлах, чтобы лить на голову атакующим. Я бы, как вы видите, перекрыл такими мостиками. И вот они, лестницы. Вообще, хочу сказать, мне очень нравится шататься по разным замкам, потому что я много читаю, люблю читать, и люблю читать на всякие исторические темы. И поэтому, когда я хожу по таким вот историческим местам, достаточно живо представляю себе, как все здесь было, происходило в незапамятные времена. Помещал вам переключиться на приличную камеру, а сам шатаюсь с этой. Ну, потому что с приличной долго надо настраиваться. Ну, думаю, когда поднимемся уже совсем наверх, вот туда, там можно будет переключиться. Так, а начнем мы, наверное, путешествие как раз-таки с вот этого вот местечка, про которое я вам говорил, где можно лить на голову врагам, пытающимся пройти в замок. Вот это. Видите, перекрыли здесь фанеркой пол. Вот отсюда, наверное, можно было лить. Ну, вообще, это, конечно, сделано сравнительно недавно. Я думаю, что восстанавливались эти места как раз-таки для туристов. Ну, а сам замок очень старый. Так, вот мы вышли на смотровую площадку над башней, входной башней. Я не знаю, как эти башни называются. Здесь же в этой фортификации замковой каждая башня имеет название свое. Ну, смотрите, такие виды. Вот по той лестнице я сюда и поднимался. А вот купол базилики, о котором я вам говорил внизу. Очень красивая такая вот синяя, не знаю, лазурная плитка керамическая. Кстати, смотрите, вот, пожалуйста, еще одна такая же синяя. Отвратительный измен экскурсовод, согласитесь, потому что не работала никогда экскурсоводом. Очень крутые ступеньки. Обратите внимание, какая высота. Так, видно? Вот нога, вот уже ступеньки. То есть высота практически до середины голени. Это получается, что в два раза больше стандарта нынешнего. То есть порядка, наверное, 28 сантиметров ступенька. Так, поднялись. Вот она. А теперь представьте, что наступающим нужно было подниматься по этой лестнице, если они пробились на стены, одновременно биться. Им отсюда пускали стрелы в физиономию. Здесь, стоя сбоку, рубили головы. А вот отсюда тоже сыпали всякие тяжести. Пройдем, посмотрим, что здесь можно высыпать. Ну, на мой взгляд, неплохо. Вот она лестница. Вали, не хочу, я считаю. А это, вы видите, собственно говоря, старую часть города с домишками. Они утыканы очень тесно между собой, как вы видите. Ну, и выглядит достаточно живописно, на мой взгляд. А вот там, чуть дальше, начинается уже сравнительно новая часть города. Сейчас у нас февраль, конец февраля, и на улице где-то, наверное, плюс 19, плюс 20. Не жарко, потому что летом здесь ходить, конечно, сущий ад. Правда, очень классный воздух, потому что, вы видите, здесь все заросло средиземноморской сосной, пенией. и от жары, от ветерка здесь мощный аромат смолы. Очень приятно ходить. Белка. Хвостаная какая. Все вот это большое строительство здесь вели. Не сами испанцы, так скажем, испаноязычного происхождения, а вели рабы. Причем рабы периода владычества над этой частью Белийского полуострова мусульманами или маврами. В тот период, когда все дело происходило, мусульманская цивилизация была значительно более развитой, значительно более научной, значительно более продвинутой и современной, чем, так скажем, европейская цивилизация. И именно в этот период здесь было очень большое такое строительство всего подряд. Здесь было развитие наук, искусств. Видите, куда мы вышли? Ну, как у любой цивилизации есть как периоды восхода, взросления, так и периоды старения. И мусульманская цивилизация планомерно подошла в конце концов к этому неприятному периоду своей жизни и в конце концов была вытеснена более молодой, более зубастой, назовем ее европейской. Собственно говоря, тогда прошла та самая реконкиста, когда маври были вытеснены с Сибирийского полуострова. Ну, а чем дело закончится сейчас, не знаю. Это была такая абсолютно непрофессиональная и абсолютно безграмотная лекция по цивилизационным вопросам. А я предлагаю пройти вам к более интересному, на мой взгляд, и гораздо более фактурному материалу, а именно осмотру замка. Как вы видите, сооружение это совсем не парадное. То есть, оно в первую очередь было предназначено для защиты этого самого города, поэтому никаких здесь особенных красот вы не видите. Смотрите, вот я поднимался оттуда, и там щебенка. поднимаюсь вот сюда и простите внимание, это старое из камней сделано мостовая, неровное. Камни здесь вот эти все, они после дождя очень скользкие, но так как этих, которые были здесь использованы, не выглаживали специально, то здесь вероятность поскользнуться значительно меньше, что в боевых условиях, условиях военных действий наверное актуально. Вот. И наконец подошли к входу в самую верхнюю часть замка. Пройдем очередные ворота. Здесь я думаю будет скользко. Обратите внимание какой очень скользкий камень. ой. Так. Так. Надо ухватиться за какой-нибудь камень, чтобы вы увидели. Вот моя нога. Тут камни не соберешь. Вот оно море. А вот кстати кусочек порта. этот порт мы сейчас разглядим с другого края. А вот это длинная полоса пляжей. Вот. Кстати на этих пляжах народу летом значительно меньше чем части которые находятся непосредственно перед центральной частью города. Вот я поднялся на самую вершину и здесь наверное наша экскурсия и завершится. Показывать как будем спускаться наверное смысла нет. смотрите на две камеры сейчас я попытаюсь снять здесь панораму почему пытаюсь потому что очень яркое солнце я к сожалению не захватил светофильтров на эту камеру сейчас показываю порт порт и это я показываю это катера моторные и очень большое количество парусных яхт здесь здесь выставил сейчас слишком большую смену кадров поэтому картинка несколько дерганая извините вот такие здесь суда стоят а вот это выход из порта обозначенный а сейчас я переведу камеру смотрите сюда перевожу камеру на ту марину в которой снимал рассказ про наличие здесь собственно говоря марин если кто-то пропустил щелкайте ну вот здесь получу кадр видите там целый лес мачт к сожалению приближение максимальное больше здесь не сделалось опять же другого объектива не взял слишком тяжело таскаться сильный ветер наверное плохо будет слышно микрофон какой есть извините так вот я плавно перехожу более высоким домам видите здесь это более современная часть города кстати я вам не показал высоту на которой мы находимся смотрите вот так вот это все еще замковая часть а вот этот край вот эта вот бетонная стенка это и есть граница замка в завершении нам нужно показать наверное то место откуда я собственно говоря и начинал вам рассказ про замок в том ролике который я говорил в самом начале вот в этом ролике я начал эту съемку вот там опять же ни черта не получится наверное так так вот видите вот на этой горе в центре почти вот оттуда вот оттуда я снимал на этом наша сегодняшняя экскурсия по замку завершена я надеюсь она вам понравилась честно говоря не знаю даже буду ли вырезать что-либо скорее всего нет запущу целиком так привет привет итак вот мы с владимиром пришли поесть немножко хамон и рассказать вам что это такое мы сейчас выйдем на улицу и там в более светлой обстановке все мы расскажем ты какой будешь доказывать берега конечно да и берега мы сейчас разберем что такое берега а я хочу вам показать что здесь такое есть а в магазинах обычно их нарезают прямо на слайсере да вот такой тоньше хамон тем лучше потому что он соленый и тоненький хамон очень хорошо оттеняет пипско ну мы пошли на улицу обамас хамон Америка пожалуйста помните это не оттенции я и 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 это очень хорошо, и это очень хорошо. И еще немного, немного, немного. И что? Пепил или вина? Я думаю, что... Да, очень хорошо. Может быть, у меня есть томатик. Это пан. Я думаю, что два копия вина. Мы заказали сейчас два разных типа хамона, чтобы вам показать разницу. Сейчас расставим камеры, чтобы все красиво снять, сядем и все расскажем и покажем. Мы камеру пока настраиваем, так что подождите. Устроились? Да. За встречу. Значит, что я хотел рассказать дорогим телезрителям, во-первых, свои впечатления от хамона, во-вторых, твои впечатления услышать, насколько ты сразу, не сразу полюбил хамон, как часто ты его ешь, насколько ты так вот за прачечным столом, к примеру, о, хамончик надо утащить, или более равнодушен к нему и прочее, сначала ты, потом я поделюсь. Я приехал в Испанию, мне было лет, наверное, двенадцать первый раз, и мы покупали хамон просто в супермаркетах, не знаю, и дорогой, и в принципе он был очень даже ничего. Спасибо. Спасибо. Смотрите, как вы видите, как вы видите. Угу. 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 Очень хорошо. Угу. 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 Сейчас я вам покажу покрупнее, подожди секундочку с впечатлениями. Угу. Я могу рассказывать пока? Да, давай рассказывай. А ты будешь это. Рассказывай. Вот. Ну и, конечно, я его полюбил, что называется, с первого взгляда. Угу. 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 нас сразу же научили, как его кушать. Вот можно его, конечно, вот в таком вот виде употреблять, но нам вот в семье очень нравится его есть с дынькой. С дынькой он просто невообразимо хорош. Вот эта сладкая испанская дыня необычная, не как у нашей, а она достаточно твёрдая, она сладкая, одновременно получается такая синергия вкуса с солёным хамоном, то это просто невообразимо вкусно. И они даже в ресторанах часто подают вот так вот именно хамон с дымкой, то есть это нечто. Помните, я вам рассказывал про панкон-томаты, хлеб с томатами? Если кто-то забыл, щелкните, вот сюда вот, щелкните в этот ролик и посмотрите. Так вот, эти самые томаты протёртые, обильно, как вы видите, заправленные оливковым маслом. А вот этот поджаренный хлеб, тоже, кстати, политый маслом. Ещё нам на стол принесли сыр манчего. В подарок от ресторана. Сыр манчего – это такой резкий на вкус сыр. Он очень близок по технологии приготовления к пармезану. Но от пармезана отличается тем, что он более жирный, более мягкий. Мягкий именно по консистенции. Но вкус тоже такой резкий, насыщенный, очень стильный, очень интересный. Вот. И вот два разных вида хамона. Мы сегодня про совсем разные будем виды говорить. Но вот вам для сравнения. Вот, обратите внимание. Вот один. А вот второй. Он, видите, более бледный, с большим количеством прожилок жира. Один называется фэбо, другой бьёто. Вот второй тёмный – это желудей. Да, бьёто. Бьёто – это значит желудёвая диета. А фэбо – это ячмень. Да. Вот вам, пожалуйста. То есть, это общий фураж такой. Вы думаете, наверное, что я такой умный? Нифига! Я половину не помню про хамон, поэтому я себе шпаргалочку подготовил, про что сказать не забыть. Я её здесь на столе пристрою. Я вообще без шпаргалочек. Я могу об этом общаться весь день. Да. Ну, с его-то опытом, да? Вообще про хамон, про технологию. Регулярно вы меня просите приготовить хамон. Говорите, давай приготовь хамон, покажи. Друзья мои, значит, хамон – это сыровяленая свинина. Готовится он по простой очень технологии, которая проста по сути, но требует определённых помещений. Ногу не проблема купить. Ну, может быть, даже не иберийской свиних. То есть, это та, которая на вольном выпасе выращивается и кормится там исключительно желудями. Вот как вот этот вот хамон биота, да? Который вы сейчас посмотрели. Не суть важно, это тоже будет хамон. Но эту здоровенную ногу нужно сначала засыпать солью крупной, вроде не проблема. Выдержать в этой соли, в зависимости от веса, там две недели, три недели, там расчёт идёт время на килограмм, не суть важно. Так вот, а потом коросту соляную исчищают, и эту ногу начинают вялить. И вялит при влажности, контролируемой влажности и контролируемой температуре, в зависимости от видов там ноги, там может быть 0,5 градусов, это может быть 18 градусов, это может быть 14 градусов с плюсом. Так вот, вялит минимум 6 месяцев, а самые классные виды хамона, я про такие только слышал, но ни разу не видел в продаже, до 4 лет вялит. И всё это постоянный контроль температуры и влажности. Но у меня нет ни пещер здесь под боком, в которых можно было бы вывесить и надеяться, что потом никто тут не сопрёт эту ногу, ни холодильников соответствующих. Поэтому, с хамоном извините, да и не вижу смысла, честно говоря, так корячится столько времени, когда можно всегда пойти купить в наших условиях. Вот. Я могу добавить на себя, вот ты всё на технологии заостряешь внимание, а насколько я вот слышал и знаю, ну по моей информации, самое важное это всё же вот первичное сырьё. Да, да. То есть именно оно определяет главный вкус, да, то есть вот этой вот хрюшки, которые выпасают, как говоришь, на свободном выпасе. И очень важно, вот у нас сейчас заостряли внимание, что такое бьёта, да? Бьёта – это жёлтый, ну когда вот свиняка, жёлтый, да. Но есть разные типы свиней, то есть кормлены по бьёте. Есть свиньи, которые всю жизнь практически едят в основном жёлтый, да? Да. А есть такой случай, когда свиньи, например, последние только 6 месяцев их жизни кормят жёлтями. И вот в зависимости от того, насколько… Получается разный вкус. Получается разный вкус, получается разный, это как им там, как их там, как им организуют физические нагрузки, скажем так. По поводу нагрузки очень интересно. Я смотрел целое кино про это дело. А как сделать, чтобы вот ветчина была вот такая вот слоями? То жирок, то жирок. Вот смотри, вот этот вот вид, вот этот вот вид получается. Вот здесь бьёта с не совсем правильного места у свиньи, поэтому этих прожилок плохо видно. У бьёта тоже бывает целая куча таких прожилок, ну хорошо выдержанных этих самых бьётов, у жёлудёвых свиней. Это прерогатива породы свиньи. Здесь, ну это, собственно, не то, что ах, испанцы такие крутые, с отогнутыми пальцами, вот они умудрились такую свинью вывести. Да нифига подобного. Как мраборная говядина, да, её где хочешь расти. Купи ты соответствующую породу и расти. С этой свиньёй то же самое. Просто хамон делают, вот он дорогой, тот, который вкусный хамон, как раз таки из свиней таких пород. И свиньи живут на ферме, которая находится там в этих самых... В берских горах. В горах, да. Но, кстати, есть горный хамон, хамон сирама, да, который в горах. Это не обязательно иберийская свиня, а есть именно из-за берийской свиньи. Она чёрная, у неё чёрные копыта. И вот в её породе как раз таки вот эта куча прожилок жира. Но прожилки жира здесь не самоцель. Дело в том, что сам по себе хамон родился как способ сохранить еду в условиях, когда нет холодильника. Просто вялили, вялили, вялили. А теперь представьте, если какой-нибудь кусок мяса вялить полгода, а то год, два года, его же не угрызёшь потом. Это будет такой отстой, что просто, мама не говорю, отжирать хочется. Испания никогда не была жутко там богатой страной. Поэтому это мясо стали тонюсенько нарезать, тонюсенькими ломтиками. Кстати, давайте уже попробуем. Да. А то мы болтаем. Я сейчас напьюсь. Очень. Так вот, если даже тонко нарезать мясо без большого количества прожилок, не таких жирных, то всё равно получается сухо и не вкусно, не угрызёшь. Так вот, испанцы для хамона вывели такую породу свиньи, где много мелких прожилок. Потому что в толстой прожилке жира этот жир тоже не вкусный становится, он прогоркает со временем. А когда весь кусок мяса пронизан тоненькими прожилочками, то, несмотря на то, что это мясо вярилось ещё сколько, год-полтора, вот этот жир не даёт высохнуть мясу. Он тает. Он тает. Он тает. Получается вкусно. Вот Володе повезло, он с самого начала полюбил хамон, а я четыре или пять раз пробовал хамон, правда, в Москве, ну там, в дорогих ресторанах. Я пробовал, проживал плечами, думаю, несут какую-то вонючую гадость. Она воняет, она неприятная и так далее. Холодная, на языке застывает. Ну и думал, что, ну, народ по незнанию там отгибает пальцы и закатывает глаза. Ах, как вкусно! Просто они не знают, как делать твою вот ветчину. Поэтому они... Да, у меня было впечатление, что вот наша ветчина вот эта классная сто раз лучше. А потом как-то мы приехали с нашим режиссёром в Испанию, в Барселону, поздно вечером. И я очень есть хотел, она была на отказ вообще, не хочу есть, всё, голова болит, отвяжись. Вот, и я её болтал, и мы ночью остановились там в самом центре, в Барселону, в старом городе. Мы ночью зашли в ресторанчик, уличный буквально, и я просил бокал вина и тарелку хамона. Ну, несите, посмотрел, самый дорогой выбор. Я думаю, пробовать, значит пробовать. И притащили к хамону белийской свиньи. Это была осень, но было тепло на улице. И вот принесли, и вот он вот так вот блестел, как вот этот хамон блестит. Был достаточно тёплый. И я попробовал, и я был просто в восторге. Так вот, именно тогда я понял, что очень-очень важно правильная температура для хамона. Потому что слишком тёплый, получается ерунда. Он слишком течёт этим самым жиром. Ниже 16 градусов, там 17 градусов. И он не тает на языке, и наружу выходят как раз-таки те самые неприятные привкусы старого как бы мяса. Так вот, Володе повезло прямо с первого раза, а мне далеко не с первого раза. Когда я привозил друзьям в Москву хамон, они пробовали, пожимали плечами. И я понимал, что никогда в жизни без посещения вот такого заведения, где люди знают, как подавать, и у них ужин лежит при той температуре, вы не поймёте вкус хамона и не поймёте, почему, собственно говоря, с ним так носятся. Да. Хамон это как вино. Как вино, действительно. Да, как сыр вот такой шикарный. То есть, его надо вот есть и как-то вино. Надо пить дорогое вино, но чуть-чуть. Да. И тогда ты получаешь то же самое абсолютно с хамоном. Мы в семье раньше покупали вот хамон много такого недорогого. По 20 евро есть, даже по 15 евро кило хамона. Мы как-то покупали, ну, просто вот ели. А потом, когда ещё заботились полезным питанием, мы решили, что мы будем покупать самого дорогого хамона. Ну, не самого там, ну, хорошего. Но чуть-чуть. И вот есть его буквально вот кусочек-два. Вот здесь вот, например, нам положили, можно было бы 4-5 человек, в принципе, накормить. Ну, мы как-то голодные, я не завтракал. То есть, хамон – это не еда, это лакомство. Вам же не придёт в голову, ну, я не знаю… Питаться беконом. Да, беконом. Вот просто вот брать это и есть беконом. Хотя Димином беконом, честно говоря, я бы питался. Вот посмотрите в ролике. Потому что он даёт вкус, но это не еда. Это не еда, это лакомство. То есть, да немножко, вот так вот. Что-то тут, кусочки таким поможем. Вишницу добавить. Да, чуть-чуть. Ну, то есть, вот такие вот вещи. Вот. Теперь, что касается, почему такой солныш дорогой. Свиньи растят в условиях, там, лугов. То есть, очень большая площадь занимает. И на эту площадь, для того, чтобы свиньи в чистоте жили, чтобы им хватало желудей, они сами должны эти желудки искать. Они им высыпать должны. Потому что, если им будут поднос высыпать, они будут мало двигаться. Прожилок не будет. Да, прожилок не будет, а будет жир нарастать. А им нужно бегать. Поэтому, место, где растут эти самые дубы, где они роют эти желудки ищут, и место, где они могут водички попить, находится на этих фермах на большом расстоянии. И свинья должна целыми днями напролёт носиться. Побежала там, напилась этой самой водички. Побежала обратно пожрать. Вот так. И так она носится. И в результате получается, как раз, вот этот эффект. Что она тренированная. Пропитана этими прожилками жировыми. Живёт таких кто-то. Слушай, я люблю с тобой общаться. Что с вами сегодня что-нибудь новое узнаю. Вот я живу в Испании. Ни фига этого не знал. Я только знал, что вот про желудки. А то, что вот ещё этот... Блин, ну это интересно, на самом деле. Я смотрел, что это носится. А Европа, в принципе, это объединение государств очень небольших. Здесь народу много, а земли мало. И земли, пригодной для сельского хозяйства, очень мало. Поэтому земля, в принципе, дорогая. Но теперь представьте, если хозяин этой самой земли, на огромных площадях, которые можно вспахать и выращивать что-то полезное, а он там два десятка свиней растит. Конечно, ему же нужно оправдать свои деньги-то эти. Поэтому и получается, свинья очень дорогая. Вот и получается, что затраты на производство, на выращивание одной свиньи, это около 400 евро. То есть, у свиньи четыре окорка. Причём, хамоном считается только окорока задние. Передние, они дешевле. Они дешевле не потому, что они хуже там, да. Просто мясо меньше. Там огромная лопатка и мясо меньше. В любом случае, в среднем, получается, стоимость затрат, только затрат на выращивание этой самой свиньи, на один окорок приходится 100 евро. А теперь ещё представьте, хранение в течение, ну, если уж такую дорогую свинью, да, то минимум два года надо прохранить, чтобы оправдать. Вот и получается, что цены на вот этот хамон, который ещё и усыхает, пока он там хранится два года, выливаются в запредельность совершенно стоимости. Ну, да. Есть такой хамон «5 hotos» называется. Он одна нога, но она большая, стоит вроде 500 евро. То есть, за ногу. Это больше 100 евро за килограмм. Какие расценки. Поэтому, вот приехали вы в Испанию и такие, вот как мне тоже, приезжают знакомые в Испанию, а посоветуют, какой хамон купить? Вот, знаете, на примере моего режиссёра. Когда мы в первые разы приезжали в Испанию, как ещё не жили здесь, ей нравился самый-самый дешёвый хамон, у которого почти нет этих запахов жира. Он почти ничем не пахнет. То есть, у неё было отношение к хамону, как к колбасе. То есть, его можно просто так вот есть и всё. Мы здесь живём уже, живём постоянно. Вот три года скоро будет. И сейчас, вот мы недавно заходили в это заведение, она пробовала вот этот вот бьёту, то есть, тот, который на желудях, который сильно пахнет, который насыщенный вкус, резкий достаточно имеет. Как вкусно! То есть, вкус изменился. Это не то, что человек там ни хрена не понимал, а сейчас понимает. Нет. Просто изменилось восприятие хамона. От отношения к этому мясу, как к еде, появилось отношение как к лакомству. А лакомству не должно быть такое, чтобы можно было есть там килограмм. Ну, представьте, там петушок на палочке, да? То есть, его можно один там слизать, но представьте, наесть этими петушками. То есть, есть килограмм этого жёного сахара у зверей. То есть, хамон, это та же самая история. Мы были с тобой у Володи, когда тандыр приедут. Я тоже Володя, но это мой друг Володя. Если кто-то пропустил, щёлкайте вот сюда. Про тандыр мы снимали ролик. Да. Он рассказал интересную историю. Они когда путешествовали по Европе, у них был прям такие заезды. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Но ты не ехал ничего? Да. Ты говоришь? Да. Все хорошо, спасибо вам! Спасибо! Спасибо, брат. Возьми! Мы потом перевод пустим строкой внизу. Да. Нам сказали, что хамон потеет, его надо срочно есть. Иначе, вкус уже не тот. Да, так ты про Володю рассказывал. Да. Мы были у него, когда они путешествовали по Испании, они проезжали в многие города, Прямо на машине с детьми, они вот так вот от отеля к отелю на протяжении буквально месяца они путешествовали и смотрели всю Испанию. И вот они остановились в городке рядом с Зарагоса, это вот на севере Испании, чуть восточнее Барселоны, там вот есть система горы, берега, которая называется. Там как раз вот хамоны и свиней попасают, и хамоны готовят. А лучше всего хамон готовить в горах. Ну, то есть там прям такие склады большие, которые стоят, чтобы там ветер был, да, то есть чтобы была вот эта микроклимат. Там не так жарко, как у нас здесь. Ну, потому что представьте себе, да, гонять эти камеры, сколько электричества. Мало того, что хамон дорогой, там вообще были бы цены за килограмм запредельные, и никто бы их не покупал. Поэтому самое выгодное с точки зрения энергетики, да, то есть это взять и в горах поставить склад, где и холодно, и влажно, и ветер есть, да, то есть и вот там находится такой, как бы, столица хамонов, что ли, да, то есть я, честно, не помню, как город называется. Я тоже не помню. Вот, на самом деле их там несколько этих столиц хамонов, и каждая себя считает столицей. Я думаю, поэтому, если... Пусть они дерутся там между собой, там будет весь хамон. Вот, поэтому самое интересное, да, что вот в этой вот столице хамон остановились, и в маленьком такой вот такой хамонерии, да, где там кроме хамона практически ничего не продавалось, они были. И вот они стали свидетелями такой сцены, когда вот бабушка, испанская такая, Станька, видимо, ну, не богатая, ничего. Пенсионерка. Пенсионерка, да, то есть пенсии у них здесь не очень большие тоже, больше, конечно, чем у нас, но и жизнь стоит дороже, поэтому процентов соотношений получается с той же стороны. И вот она пришла в эту хамонерию, и она взяла самого дорогого хамона, два ломтика, ну, вот ломтик у них, считайте, конечно, длиннее, чем этот, да, то есть вот, например, она может состоять из трех с трех наших ломтик. Вот там ломтик весит граммов 5, может быть, 8 от силы, представляете, то есть это вообще папиросная бумага. Да, и вот она его себе отрезала, завернула, и там прямо вот в хамонериях, как и здесь вот, да, то есть есть и столики, часто для этого используют такие бочки для вина старые, большие, вместо столиков прямо, вот, и она села, взяла бокальчик вина, и вот с огромным удовольствием она съела этот, эти два кусочка хамона, да, то есть вот, и она себе это позволяет делать, ну, как, ну, я думаю, что не часто, но это вот показывает, да, то есть стиль жизни. Не выгуляешься, но есть убрать, то убрать самый-самый дорогой. Так вот, подходя, собственно говоря, к тому, ради чего я зателал ту самую съемку. Понятно, что, когда вы приезжаете в какую-то страну, в отпуск, вам интересно попробовать что-то новое, прочее. Так вот, если есть у вас желание и цель попробовать хамона, то покупать хамон в магазине, приходить, даже если там пробуете, вы не уйдете, это, по сути, выброшенный день, потому что вы никогда в магазине не выберете тот хамон, который вам действительно понравится, то есть это будет, ну, непонятно. Для того, чтобы распробовать его, нужна температура, при которой его подают, а в магазинах их хранят при более низких температурах, чем их нужно подавать. Бокальчик вина. Бокальчик вина, чтобы оттенеть этот вкус. Поэтому, если уж есть желание попробовать, надо прийти в хамонерию, вот такую, взять по ломтику, всякого разного хамона, сесть, попробовать, вы в хамонерии почувствуете какой, а потом уже узнать, какой хамон вам понравился, вот название все, а потом идти его и покупать, вот, большим куском и так далее. Вот только так вы сможете найти то, что вам понравится, и после этого у вас не будет впечатления, что вам подсовывают какую-то фигню за какие-то сумасшедшие деньги, где из вас дурака, потому что... Это часто тоже случается, к сожалению, но нужно, это как вот хорошее вино, знаете, надо, даже дорогое вино может быть не самым хорошим, а не самое дорогое вино может быть очень хорошим, поэтому тут надо просто пробовать, вот, но пробовать нужно именно в хамонерии, то есть там, где его подают при правильной температуре с подходящим по вкусу вино. В магазине, вот я, я перепробовал уже, что знает сколько всякого разного этого хамона в хамонерии, но я приду в магазин, я не смогу там выбрать то, что вам не нужно, мне нужно здесь попробовать записать тот, который мне нужен, прийти в магазин и купить там новую, не знаю, кусок этой самой ноги, понести домой, дать ему полежать при нужной температуре, тонко нарезать, и там я думаю, да, вот это вот оно. А просто так никогда в жизни я не подберу, я не знаю, сможет ли кто-нибудь вообще, при тех температурах, при которых их продают в магазине, выбрать то, что будет хорошо. Вот так. А все прочие подробности касательно названий, выдержки и прочего, вы можете посмотреть в справочниках. Я не думаю, что вам это нужно, потому что все зависит от того, что вам понравится. Пришли в хамонерию, попробовали, выбрали то, что нравится, записали о себе, а потом с этой бумажки в магазин. А энциклопедитические знания в данном случае не помогают. Десятый вопрос. Это точно. Я могу добавить от себя еще что. И вот хамон, да, то есть хороший производитель хамона, он будет следователем традициям и бороться со свое имя. Ну, например, вот, конечно же, хамон 5-5-5-5-5-5-5, он исключительно дорогой, наверное, самый дорогой, который я знаю, хамон. Но и он исключительно вкусный, он будет вкусный всегда, потому что я так подозреваю, что если у них получится в какой-то год невкусный хамон, то они просто даже не будут на него ставить вот эти вот свои звезды, да. Я думаю, да, что зачем им портить свое имя. Поэтому вот важно все же, ну, постепенно, когда вы узнать, узнавать будете больше о хамоне, можно уже ориентироваться и по названию, и в магазинах покупать. Попробуй, кстати, очень вкусный вот этот вот томат просто с хлебом, да просто... Приезжайте в Испанию, да, пробуйте, наслаждайтесь и знакомьтесь с этой замечательной страной. Спасибо за компанию. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok